Дорогие друзья, здравствуйте! С вами футбольное обозрение, я Евгений Монрохович. Вот и начинается последняя треть 32-го чемпионата Республики Беларусь по футболу высшей лиги. Сегодня Славия Мозырь на родном для себя. Стадион юность принимает футбольный клуб Словск. Матч 21-го тура 32-го чемпионата Республики Беларусь по футболу наша команда на сей раз проводила в пятницу. Вечером и уже по традиции в преддверии встречи болельщики приходили на стадион, дабы пообщаться друг с другом и принять участие в розыгрыше призов от футбольного клуба Славия Мозырь и партнеров клуба. Я бы хотела выиграть футболку или мяч. А так мне нравится, как вообще все играют. Футбол для меня это как отдельный вид спорта. Сами обычно играем во дворе на стадионе. И мне нравится, как играют все наши игроки. И думаю, что сегодня мы выиграем. Тут же и папа Саши, Антон Михайлович, который вместе с сыном переживает за любимую команду своего родного города. С сыном начали ходить только в этом сезоне. Сам как бы еще помню времена МПКЦ. Вот это был знаменательный футбол для города, для жителей. Сам помню, как родители брали отгулы на работе, чтобы сходить на футбол. Сейчас чуть поменялось, но все равно смотрю, что народу набирается немало. Приходят с удовольствием, болеют. Как бы и команда вроде пытается радовать. Последнее время, последний матч что-то перестало получаться. Но я думаю, соберутся. К следующему сезону, я думаю, покажут хорошие результаты. Будут в тройке, в пятерке. Были на стадионе и такие замечательные болельщики Славия Музырь. Я хожу каждый матч, когда Славия играет у нас. Славия Музырь хорошо играет. И футбол мне нравится, потому что я им занимаюсь с четырех лет. Интересно, что Данил привлек на матчи своего любимого клуба отца. От матча мы, конечно, ждем победы. Другого нам пока не надо. А сын, в принципе, на футбол ходит, занимается. Именно он и начал меня сюда водить. Не я его, а он меня. Повстречали мы юного болельщика, который был зрителем любимой команды в Слуцке весной в первом круге. Я был на том матче, и мы тогда проиграли. Мне очень жаль, но я думаю, что Славия Музырь сейчас отыграется и выиграет в Слуцке. Тогда в Слуцке хозяева поля оказались сильнее 1-0. Сейчас же в Музырь мы надеялись на еще одну домашнюю победу. Только на сей раз принимающей стороной была столица Полесья. Ее главная футбольная команда, которая вышла на поле стадиона «Юность» в следующем составе. Данила Сокол, Семен Шестиловский, Кристиан Дросс, Евгений Зимко, Юрий Ловец, капитан команды в этом матче, Илья Русский, Глеб Жердев, Владимир Есин, Ромес, Игорь Тиманюк и Владислав Жук. С начала встречи гости показали себя командой активной, настроенной на победу, и моменты у ворот Данила Сокола случались опасные. Вот штрафной удар, который в тот раз не таил особой опасности нашим воротам. А это момент, когда свалил Кристиан Дросс, и случайно получили право на еще один штрафной, на достаточном удалении от ворот. И каково же было удивление, большинство зрителей стадиона «Юность», их, кстати, на этом матче собралось 1650 человек, так вот Арсений Концедайлов с более чем 20 метров до ворот с позиции, который скорее предполагает навес передачу, ударил по воротам Слави и Мозрида так, что зрители только ахнули, восхищаясь этим дивным, рассчитанным действием 25-летнего российского футболиста Слуцка 0-1. Наша команда уступала оппоненту уже на седьмой минуте встречи. Такое положение дел никак не могло устроить нашу дружину, которая в родных стенах рассчитывала вообще-то на победу, а здесь такое начало. И память сразу явила результат встречи первого тура, где наша команда уступила, пропустив только один мяч в свои ворота. Повторения очень не хотелось. Всячески наши игроки пытались заставить мяч в ворота соперника. Не удавалось. На той или иной стадии хотя были удары в створ ворот, но, честно говоря, не такие, чтобы вратарь Слуцкая или обрановец капитулировал. Вообще, удары по воротам соперника, пусть и не из самых удобных позиций, всегда вызывают оживление на трибунах. И будь то слова поддержки, будь то критика, зрители живо реагировали на ситуацию. На поле матч захватывал, увлекал. В первом тайме команда в белой форме могла забить еще один гол. Бывали эпизоды, когда поклонники Слави и Мозрь буквально замирали в ожидании решения игрового момента. Но сразу скажем, что гол, который наша команда пропустила со штрафного удара на седьмой минуте, был единственным в первом тайме. Хотя для его эпизоды возможности игрокам для разящего удара по воротам соперника предоставлялись. Например, вот эта попытка Глеба Жердева, которому не нужно много времени и пространства для нанесения удара. Стоит отметить в данном эпизоде как хороший удар нашего девятнадцатого номера, так и реакцию. Верный выбор позиций 32-летнего сторожева Руслузка Илью Барновца. Как всегда, случались моменты падения в штрафной площади, после которых публика и ее отдельные представители требовали пенальти. На двадцать девятой минуте за нарушение на Игоре Тэмоненьке первое предупреждение в матче получил игрокоманда гостей Михаил Сачковский. Последующий штрафной не стал серьезным препятствием для нарушителей правил. Угловой удар и попытка Семена Шестиловского лихо отправить мяч в ворота гостей не получилось. Штрафной удар случай, причем с того же района, откуда был забит первый гол, но на сей раз вместо удара была подача, и Даниле Соколу пришлось вступать в игру, дабы отразить угрозу. При последующем угловом штанга выступила спасительница. Счет остался прежним 0-1. Остался еще таковым до самого финального свистка, хотя нельзя сказать, что публика скучала, да? Без голов, но с интересной игрой, борьбой на поле иногда чрезмерной. Так судья уже в добавленное к первому тайму время предъявил желтую карточку Игоре Тэмоненьку, из-за чего наш защитник пропустит следующий матч с Лавей Мозырь в родном ли игрока Бресте. В перерыве привычные и такие любимые детворой розыгрыши призов символично, что первым победителем стал один из самых квалифицированных, доброжелательных спортивных болельщиков столицы Полесья, художник Дворца культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода Владимир Николаевич Пинтусов или дядя Вова, как приветствовали его мальчишки и девчонки. Дядя Вова! Дядя Вова! И что для него посещение матча, отдых, приятное времяпровождение, общение с друзьями или нечто иное? Вот практически все эти компоненты. И плюс красивая игра, интересные эмоции. Наш следующий лауреат выиграл фирменный мяч Джома с автографами футболистов Слави и Мозырь и впечатление победителя юного верного болельщика нашей команды. Я очень доволен, что я выиграл мяч. Я купил себе два шарфика в лавках и не дали ловление билетики. Я выиграл мяч. Я люблю болеть за свою команду. Мне это нравится. Я еще занимаюсь футболом и я вдохновляюсь этим. Следующий собеседник сам подошел к нам и неперекаемым тоном сказал «Я буду давать интервью». Отказать восьмилетнему поклоннику Славии Мозырь было не в наших силах. Я жду от этого матча победы Славии и чтобы Славия всегда выигрывала. Она на 11 месте и я хочу, чтобы она была на первом месте. Здесь Иван несколько принизил положение нашей команды в турнирной таблице. Славия Мозырь занимает 10 место, но что касается места первого, то тут, конечно, мы целиком и полностью согласны с юным специалистом этой прекрасной игры, которая, как известно, состоит из двух таймов по 45 минут. Стоит отмечить, что вторую половину матча Славия и Мозырь-Слуцк обе дружины начали в первоначальных составах. Сразу после перерыва подопечный Михаила Алексеевича Мартиновича пошли на штурм ворот соперника, который тут удачно защищал. Случались опасные моменты и у наших ворот. Иногда удары были столь сильны, что, попадя мяч в сетку, она разорвалась бы, но точность подводила бьющих. Как и в первом тайме, важную роль в этой встрече играли голкиперы. Причем вратарь Слуцка еще и не познал в данном матче голевой горечь. Едва голевую сласть не познали атакующие игроки и команда гостей, но штанга и на сей раз выручила Славия Мозырь. Снова этот опаснейший удар из штанга, после чего у игрока, собиравшегося проводить добивание, был зафиксирован офсайт, то есть положение вне игры. Наши игроки стремились не просто эффективно, а еще и эффектно развивать свои атаки на ворота соперника. На 59-й минуте в рядах нашей дружины произошла двойная замена. Вместо Кристиана Дросса в игру вступил его соотечественник из Молдовы Андрей Кубец, а Илья Русский уступил место на поле Георгию Бугулову, который из-за травмы спины пропустил прошедший поединок, а данную встречу начал на скамейке запасных. Георгий является системообразующим футболистом Славии Мозырь. Настоящим спортсменом его появление на поле себя оправдало. Ну, обо всем по порядку. И вначале отметим сей угловой удар и фантастическое спасение Данила Сокола, который сумел ногой отбить мяч в ситуации, когда требовалось принимать неординарное решение, что наш страж ворот и сделал браво. Еще один угловой удар с Луцкой и на серой спиной Юрия Ловца остановила мяч на пути к нашим воротам. 64-я минута и наша третья замена. Вместо Владислава Жука Андрей Ольшаник. 67-я минута и жесткий стык, как посчитал судья, правила нарушал Юрий Ловец, желтая карточка. Ну, а это ключевой эпизод на экваторе второго тайма, который мог дать ясный ответ на предмет победителя матча. Наша атака превратилась в контратаку соперника. И как близок был Арсений Концедайлов к своему дублю в этой встрече. Но он не сумел переиграть Данилу Сокола, а тот после этого был сбит Семеном Шестиловским, но главное, был сбит темп этой опасной вылазки к нашим воротам, которые удалось таки общими усилиями отразить еще раз дуэль Концедайлова и Сокола, завершившаяся в пользу вратаря Слави и Мозырь. Шла 69-я минута, время которой произошла и замена Владимира Есина на Артема Петренко. Через минуту Артема Концедайлова сменил Сергей Глебко, подоспевший аккурат к угловому удару в нашем исполнении. Там снова борьба и счет остался прежним 0-1. Порой угловые удары шли один за другим. Напряжение было высокое, однако результата в виде гола не было. На 72-й минуте за опасную игру предупреждение получил Денис Образцов. Досталось Игорю Теманяку. После штрафной. А за ним угловой удар. Снова угловой, но уже с другой стороны. Хорош был галкипер Слуцко, но, будь поточнее, Артем Петренко на завершающей стадии в одном из моментов матча, ничто не спасло бы ворота гостей, кажется. На 75-й минуте Кирилла Вергетчика сменил Лукуман Алью из Нигерии. Интересный момент, когда Глеб Жерзев остроумно отпасывал Артему Петренко, тот передал мяч Ромессу, который развернулся с мячом и точно ударил по воротам Слуцко, но вратарь гостей был на месте. Еще раз этот момент его завершения. Ближе к концу встречи у игроков сводила мышца, хотя болельщики негодующим свистом сопровождали подобные эпизоды. Казалось, гости тянут время, ведь каждая секунда приближала их к победе. Наши же игроки без обитого гола просто не могли уйти с поля, ведь поражение на своем поле, об этом даже думать не хотелось. На 82-й минуте Игорь Заяц осмелил Павел Гречишко, который в 2014-м и 2015-х годах защищал цвета Слави и Мозырь. Момент – удар Дмитрия Гирса и хорош Данила Сокола. Желтую карточку за срыв опасной атаки соперника на 86-й минуте получил Игорь Зимко. 88-я минута – изамина Дмитрия Гирсона Андрея Выскребенцева. Наш штрафной удар, как одна из последних попыток спасти этот матч. Время до финального свистка становилось все меньше, но снова и снова наши футболисты старались порадовать болельщиков голом. Тренерский штаб старался усилить игру. Владислав Поло заменил Евгения Зимко на 89-й минуте матча. Соперник даже контратаковал, и пошло уже добавленное время. Некоторые болельщики, разочарованные, как им показалось, поражением, потянулись к выходу, как вдруг. После одной из наших атак, когда мяч казалось выбить соперником, Георгий Бугулов, подтянувшийся из глубины поля, ударил. Мяч был заблокирован, добивал Артем Петренко мимо. Последний шанс упущен, так подумали многие зрители этого захватывающего спортивного действия. Но снова спортивная судьба подарила возможность хозяевам поля сравнять счет. И снова Артем Петренко не совсем точно ударил по воротам Слуцка. Все, время заканчивается, но пока остается хоть одна секунда времени. Играет наша команда, и очередной шанс, штрафной удар. У мяча Владислав Полос. Его подача вратарь выбивает мяч, но его подхватывает Андрей Ольшаник. Передача вперед. Там Юрий Ловец в касание отправляет мяч еще дальше. То есть ближе к воротам Слуцка, внешней стороной стопы, по замысловатой траектории. Там Георгий Бугулов головой отправляет мяч в район 11-метровой отметки, где его подхватывает Семен Шестиловский. И головой наш четвертый номер забивает свой четвертый гол в 32-м чемпионате Республики Беларусь. 1-1. Это было счастье, апогей этого матча. И ничья как справедливый итог прекрасного, незабываемого спортивного противостояния. Всем добрый вечер. Обычный вечерний матч при освещении, который закончился со счетом 1-1. Заработали в этой игре один балл. Готовимся, работаем дальше. Огромное спасибо всем парням за игру, за самодачу. Как-то так. Если Бальсану Владимировичу перед матчем сказали, что он завершится, этот матч со счетом 1-1 был бы доволен. Стренер Слуцка. И сразу после игры, когда до победы не хватало малости, что чувствовал Гринович? Футбол, наверное, справедливая игра. Мы могли выиграть 3-0, а могли проиграть 2-1. Так что 1-1. Принимаем 1-1, работаем дальше. Славия Мозрь всегда не просто играет со Слуцком, что показал матч первого круга нынешнего перенеса. Да и второй поединок, согласитесь, не был легкой прогулкой для команды столицы Полессии. Вы знаете, Славия вообще такая энергозатратная команда. Она играет вертикальный футбол. Мы готовы к ней были. Мы не хотим в такой вертикальный футбол играть, но она нас заставила играть. Нам сложно в этот футбол играть. Мы стараемся играть чуть другими принципами. Но от борьбы тоже не отказываемся. Сложилось так, но мы играли в то, что получалось. Мы хотели переломить, ложили мяч вниз, имели моменты, хорошие моменты. В переходных фазах, в моментах контратак, в позиционных даках мы провели несколько хороших эпизодов, но они закончились голом. К сожалению. К сожалению, это так. Хорошая команда, по мнению Александра Владимировича, та, что гнет свои люди несмотря ни на что, или подстраивается по сопернику, тоже великое дело. Ну, хорошая команда, когда у нее хороший исполнитель, она может играть вариативно и подстраиваться, и предлагать что-то свое. Но футбол такая профессия, что ты имеешь в плане материала таких футболистов с какими-то модельными характеристиками, либо с теми сильными, слабыми сторонами, и ты выбираешь уже тактику на игру, отталкиваясь от количества футболистов, от качества их, от своих идей, ну и, соответственно, от игры соперника. То есть мы планировали играть чуть по-другому, но сценарий игры поменялся. Пришлось где-то подстраиваться, где-то ломать его за счет каких-то перестановок, либо просто замен, но нам не получилось положить мяч в конце матча. Это логично, что соперник начал играть вертикально, больше на нападающего своего, который хорошо борется. Из этого не получили моменты, ни один, и вот завершился это голом, к сожалению, наши ворота. Последний вопрос Гуреновичу был об атмосфере футбольного матча в Мозыре. Антураж из спортивного поединка. Здорово, здорово, конечно, здорово, особенно вечером играть при освещении. У вас хорошо болеют зрители, любят команду. Конечно, хорошо играть при трибунах, но и при освещении вдвойне приятно. После главного тренера команды гостей настал черед главного тренера команды хозяев. Очень хотели сегодня победить. Настраивали ребят на это. И, в принципе, не то, что ребят настраивали, даже ребята настраивали своими даже разговорами. Очень хотели победить, но, наверное, перед своей публикой или такое желание, которое сковывает ноги, наверное, поэтому это не все получается. Но хочу сказать, что проявили характер, в принципе, свели матч к ничьей. Умели хорошие моменты, в принципе, чтобы раньше сравнять счет еще, в принципе. Но закончилось так, как закончилось. Наверное, итог больше и менее справедливый. Но хочется, конечно, хочется выигрывать, тем более дома. Такое ощущение, что дома играем, как не дома просто. Какая-то зажатая. Вспоминай комментарии визави Михаила Алексеевича про то, что Славе Мозре не позволило Слуцку играть присущий ему футбол. Насколько важно Мартиновичу, чтобы его команда владела инициативой матча, играла в свой футбол, а не постраивалась под соперника. Мы с первых минут хотели навязаться в свой футбол. Мы активно, высоко прессинговали. Мы знаем, как соперник играет. Хотели больше атаковать, больше находиться на половине поля соперника. Гол со стандарта. Опять же, потом стандартное положение, когда соперник попадал, угрожал нашим воротам, можно сказать. Гол со стандарта. Естественно, что соперник еще больше нагладит оборону, и, соответственно, про выпады они будут. Были они такие. Да, соперник еще раз попал в самгу. Но, говорю, опять же, мы больше половины времени провели на чужой половине поля, но, к сожалению, не идет. Видите, там Эмма пробил, Эмма вратаря. Там Петренко чуть выше. Петренко вроде там 7 метров до ворот тоже на удар и чуть мимо. Опять же, просто хорошо, что сравняли. По сути, что за счет характера, наверное, за счет то, что хотели больше, наверное. Семен Шестиловский, забив свой четвертый мяч, стал вторым бомбардиром команды наряду с полузащитниками Евгением Барсуковым, Юрием Лотцовым, нападающим Андреем Кобицем. Это плохо, что Семен Шестиловский второй бомбардир в команде. Хочется, конечно, чтобы был не Семен Шестиловский бомбардир в команде, а Эмма, Кобиц, Жерзев, Шук. Вот это вот хочется. Рад за Семена, молодец, но я уже сказал. Свой следующий матч Славей Мозри проводит в гостях. И, учитывая, что последние туры наша команда лучше проводит на выезде, можно надеяться на положительный итог «Вояжа в Брест». В принципе, и в своем комментарии Михаил Алексеевич задрагивал тему парадокса игры команды дома и в гостях, где Славей Мозри выступает в последнее время. Проще, что ли? Я не говорю, что команде проще и легче играть в гостях. Я говорю, что такое ощущение, что просто скованность перед своим болельщиками, когда хочется побед. Наверное, это первый сезон, когда мы меньше очков добываем дома, чем на выезде. Поэтому вот это, я про это имел в виду. Естественно, выезд в Брест в хорошей команде. Пускай у них тоже был провальный первый круг, но сегодня она, в принципе, достала достаточно неплохой ход, но и нам тоже не до камеллярности, так скажем. Отлично в эту игру вошел заменой Георгий Бугулов, наш надежный центральный защитник, выдавший голевую передачу своему коллеге Семену Шестиловскому. Во-первых, хочу поблагодарить всех болельщиков за то, что сегодня чувствовалась их поддержка, гнали нас вперед. Вот, вообще, это очень важно для нас, это очень чувствуется, это нам помогает. В общем, большое спасибо болельщикам. Что касается меня, то почувствовал больно предыгрывая тренировки, но, к счастью, уже все позади. Я восстановился, дискомфорта больше нету, и поэтому уже приступил к тренировкам, и, как сегодня видели, уже вышел даже на поле, сыграл. Вот, поэтому чувствую себя достаточно хорошо. Насколько сложно было входить в такую игру Георгию? Какие задачи поставил перед ним тренер? Верил ли Бугулов до последнего, что удастся спасти этот матч? Не, ну, конечно, выходишь всегда с мыслью, чтобы, во-первых, отыграться, во-вторых, выиграть, потому что времени предостаточно было у нас. К сожалению, не дожали, чуть-чуть не хватило нам, но это футбол, поэтому так бывает. Что касается каких-то установок на игру, нет, не было никаких установок на игру. Тренер просто сделал замену, посчитал так нужным, поэтому тут нечего добавить. Что касается того, что выходить в такую игру, да, это непросто, потому что нам команде нужно отыгрываться, при этом команда соперника тоже активно атакует, поэтому первые пять минут было немножко сложновато, потом адаптировался, и все, являлся в игру, было нормально. Следующий матч в гостях. И по мнению нашего центрального защитника, сможет ли Славе Мозырь продолжить свою результативную выездную серию не проиграть Денам Абрест? Ну, мы не думаем о том, чтобы не проиграть, мы думаем всегда о том, чтобы выиграть, и только такие мысли в голове у нас у всех ребят, поэтому я считаю, что нужно хорошенько подготовиться и показать свой футбол, который мы умеем играть, и я думаю, что результат непременно будет. Другие матчи 21-го тура завершились так. Арсенал Денам Абрест 0-2, Минск Ислач 1-5, Днепромогилев Витебск 2-1, Батэ Денамо Минск 0-0, Энергетик БГУ Неман 2-1, Белшина Торпеды Белас 1-3, и, наконец, Гомель Шахтер 0-3. Солигорская команда возглавляет турнирную таблицу, и за 9 туров до конца 4 команды оспаривает медали, кажется, уже очерчен квартет претендентов. Наша Славя Мозырь на 10-м месте, имея на своем счету 26 очков. И уже в пятницу, 16 сентября, первый игровой день следующего 22-го тура встречаются Витебск, Батэ, Денамо Минск, Гомель, Шахтер, Энергетик БГУ. В субботу, 17 сентября, Слуцк, Белшина, Ислач, Арсенал. 18 сентября, в воскресенье, Торпеды Белас, Днепромогилев, Немангродно, Минск. Но главный для нас матч состоится в субботу, 17 сентября. Очень интересный, захватывающий матч. Ну а победа придет нашей команде в следующей игре в Бресте. Мы на это очень надеемся. Верим, что вы будете поддерживать нашу команду. Поверьте, футбольный клуб Славия Мозрь этого достоин. А на сегодня это все. С вами было футбольное обозрение Евгений Монархович и Вячеслав Переписнов. До свидания.